Здравствуй, Лена! Сейчас мы находимся у Ледового дворца. Сразу после праздника внутри арены снаружи начались народные гуляния. Организаторы решили разделить его на две части. С южной стороны торжество для ветеранов. Здесь развернута полевая кухня. По традиции участникам войны предлагают солдатский паёк и фронтовые 100 грамм. Мы участвовали в боях. Это 9-я ударная армия. Она полностью состояла из воздушно-десантных дивизий. Вот я был в 104-й воздушно-десантной дивизии. Там и закончил войну. Организована концертная площадка под открытым небом. В программе выступление ансамбля «Русский север», а также солистов и коллективов дворца «Металлургов». Для ветеранов, конечно, предусмотрены места для сидения. С другой стороны, северная, она ближе к городу, гуляния для всех желающих. Развернуты торговые лотки с выпечкой, шашлыками и сувенирами. Алкоголя в продаже нет. Здесь тоже концертная площадка в списке выступающих, хор ветеранов, поющая «Северсталь», номера детских коллективов. Я хочу в преддверии 9 мая поздравить всех ветеранов с праздником, с Днем Победы. Это действительно праздник значимый не только для нашего города, для всей России. Мы ими очень гордимся. Впереди еще праздничный фейерверк. Он будет ровно в 9 вечера. Но это не все праздничные мероприятия. 9 мая в 10 утра на площади Металлургов состоится праздничный парад. А в 6 вечера народное гуляние для горожан и ветеранов в Комсомольском парке. Лена.